Проследователи МССР в Саратовской области делались неоднократно заявления совершенных преступлений сотрудников правоохранительных органов. В частности, конкретно он указывал трижды протокол допроса в качестве свидетеля от 21 декабря 2022-го следователь Куришов о превышении своих должностных и миломочий сотрудников правоохранительных органов и информации о отношении к Кулихи на оказание должным предпринимателям в целом законодательных причинах. Второе. Протокол допроса, включенный в качестве свидетеля от 22 декабря 2022-го следовательного решения незаконного действия в 30 декабря 2022-го следователя при возбуждении в отношении уголовного дела. Протокол допроса, включенный в качестве свидетеля от 22 декабря 2022-го следователя о проведении проверки по факту депутации в ряде телеграм-каналов, в смысле средний поручих в честь и достоинстве, в также деловой депутациях. То есть, заявитель указывает, что он, по его мнению, изложил четкие сведения о совершенных преступлениях, вместе с тем, следователи никаких мер не приняли, никакой информации мы не предоставили принятых действий, то есть бездействий. Заявление не зарегистрировано. Просит признать бездействие следствия в суде, скажу, по решению глазерца, выразившись в отказе в регистрации применениях в патригу в порядке стратег 14-е до 4.5-ю по сообщениям о преступлениях о 21-е до 21-е до 23-го следователя о справедении, в список, в виду следователя о 20-е до 21-е до 22-е до 22-го следователя незаконным. Не обязательно подталить подтвощенное нарушение. Пожалуйста, адвокат Бадиков, поддерживается. Ваша честь, довод и поддержку полном объеме прошу жалобу моего отделителя удовлетворить по основаниям, разложенным в ней. Более того, мой отделитель мне поручил пригласить в процессе учет дополнительных письм на его заявление и обращение к суду и приобщиться к этому счету. Давайте, держим. Должно вас озвучить. Все-таки видео с ним. Должно, я позвучу. Волжский районный суд город Саратова от Курихина Сергея Георгиевича. Рассмотрение жалобы, назначенной к рассмотрению волжский районный суд город Саратова на 24 мая 2023 года, просит провести в его отсутствие. Времени и месть рассмотрения жалобы извещен. Доверяет представление его интересов и защиту адвокатом Батикова. По существу жалобы доверитель обращает внимание на следующее обстоятельство. В рамках производства по различным уголовным делам Сергеевич Курихин неоднократно опрашивался в качестве свидетеля. В ходе опросов и допросов он сообщал следователям Кляшиеву, Белозерцеву, Кляшову о совершенных в отношении незаконных действий, содержащих признаки преступления. Поэтому он просил данных лиц зарегистрировать его заявление в ходе допроса в КУСК, вывести соответствующий рапорт и провести по ним проверку в порядке статей 144-135 БОМПО Санкт-Петербурга Российской Федерации. Ни разу этого сделано не было, по его мнению, что, в честь, он нарушает двухконституционные права. Основная причина этой ситуации в том, что его заявление касается проверки действий высокопоставленных работников прокуратуры Саратовской области, от которых родственные лица полиции и Следственного комитета нашего региона находятся в полной профессиональной зависимости. Дело в том, что на протяжении пяти последних лет прокурор Саратовской области Филиппенко Сергеевич использует свое должное положение и статус прокурорского работника, по мнению моего доверителя, собирает информацию о принадлежащем ему членам его семьи, имуществе и активах, организует проведение проверок в отношении имущества доверителя, организует подачу искусства в суды об изъятии имущества у него и его родственника, возчисляет поиск лиц, с которыми он даже не знаком для оговора его в совершении преступления, которых он не совершал. Дает указания в возбуждении в отношении доверителя и его близких родственников уголовных дел, ставит данные уголовные дела на свой личный контроль, и нарушение полномочий вмешиваются в их ход и расследование. С целью совершения данных действий в прокуратуре области, по мнению доверителя, Филипенко выделила организованную прокурорскую группу в составе Арестовой, Левошеева, Чайковского, Дмитрия Журавлева, Павла Ищинина, под непосредственным управлением первого заместителя Минея. Эта группа с участием сотрудников региональных управлений МВД и Следственного комитета, налоговых и других государственных органов по данным доверителям еженедельно и по пятницам проводит совещание, на которое обсуждаются дальнейшие планы по привлечению Сергеевича Курихина, членов его семьи, к ответственности и изъятию у них объектов собственности. Например, Арестов играет в данной группе одну из ключевых ролей. Именно она, насколько ему известно, лично занимается сбором материала подготовки и исков в целях изъятия у него и членов его семьи, предлагающих им объектов недвижимости. Она также осуществляет воздействие на руководителя органов государственной власти с целью подачи указанными органами исковых заявлений к доверителю и членам его семьи, подготовленных ею, когда прокуратура не может подать указанные искы самостоятельно. На проводимых совещаниях с участием представителей следствия она дает следователям указание необходимости проведения тех или иных мероприятий, принятия профессиональных решений. Я вас сразу перебью. Это следователь имеет в том числе пришивен Белозерцев и Лазарев. Я так понимаю, да. Я вас прерву, дальше не имеет смысла, поскольку заявителям, хоть и не было адвокатом заявления отвода, вместе с тем, исходя из текста жалобы, не жалобы, а уже доводов, значит, фактически им указывается на возможность совершения преступления сотрудниками прокуратуры, в том числе моей супругой Ольги Белозерцевой. То есть из указанных целей объективного рассмотрения жалобы я заявляю самоотвод, соответственно, судебное заседание откладывается, сейчас дату скажу, и для разрешения вопрос, который будет рассматривать судебную данную жалобу. Судебное заседание откладывается. Давайте на 1 июня на 16 часов. Значит, сразу скажу, что с учетом того, кому дело отпишется, то будет, может быть, уточнено судебное заседание, с учетом занятости судебным процессом. Судебное заседание. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!